приветствую вас дорогие друзья дорогие зрители и подписчики моего канала за микрофоном как обычно антон а на ваших экранах метро 2033 а у меня уже надет артём возьми мой запасной фильтр благодарю потеряли мы к сожалению наших друзей степана и бориса убили остались минут в четвером ульман мельник я и володя шесть все заполнено газом поэтому как бы без противогаза то нам не обойтись картинка конечно впечатляющий огромный огромный бункер много этажей секторов сколько тут монорельс поаккуратнее то 20 лет без тех обслуживания не всякая советская военная техника вынесет под ноги смотрите тебя тоже касается артём понял что-то все слишком просто центр управления должен быть где-то тут осталось его найти ульман владимир будьте начеку никогда не знаешь чего ждать артём со мной понял все аккуратно делать блин вот володя прикоснулся до к секции забора и она упала вниз не говорю же про лестнице и прочее а тут есть какие-нибудь монетки может быть хотя блин было бы очень забавно найти здесь армейские патроны деньги ну вы понимаете что я имею ввиду потому что бункер заброшен вряд ли тут вообще кто-то был последние там лет двадцать а я напоминаю что именно 20 лет прошло с момента катастроф потому что по лору игры в 2013 году случилась война ничего не изменилось а этот комплекс будет постарше меня а вот в 1033 году происходит событие игры так тут наверху должны быть воздушные фильтры на экстренные случае раньше все строили на века думаю его все еще работает вообще блин 2010 года посмотреть какая моделька детализированная планшетка отдельно шевелится подсумки фляжка блин офигеть и все такой четкой текстуре он понимаешь что играю на ультра но все равно выглядит тут очень здорово я поражаюсь действительно как игра красиво выглядит даже до сих пор она такой и остается еще о спасибо большое так тихо поменять нельзя жаль да ничего хорошего перехвалил технику теперь придется запускать систему вручную там где-то есть запасная пусковая система поднимись к на тот мостик потом объясню что делать дальше ну ок так эта дверь пока для нас заблокирована так мостик 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 хотя нет на работ не в эту дверь а вот в эту нам да вот вот точно вижу на первый второй третий четвертый что ты хочешь чтобы я сделал понял а вот о чем я говорил да понял тебя побежали есть ну вот 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 оно что михалыч зажать и держать да не ори ты так я тебя слышу бежим 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 четвертая еще раз первая кнопка бежим 3 и 2 один давай 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 до 2 и днем еще так дышит тяжело это будет фильтр поменять ну блин что там кстати по времени лучше поменять давай 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 зачем же ты мне сказал что 3 отрубилась я что дай побежал вот вот мне нужен кто-то еще зовите сюда володю а он сказал немного левее в субтитрах интересно что это за опечатка но свет дали тихо тут главное не улететь вниз а это можно еще бы вон они наши стоят шуточки жмешь как агутин вот матернуться долбануть с ноги да да все работает хереть конечно как это как это монументально как завораживаю получилось все в норме артем уходим хватит играть с аппаратурой это верно кто интересно так додумался клавиатуру прицепить к стене действительно вопрос так вопрос это мои старые кости так скрипят а вы не думаете это не лестница товарищ полковник вы первый давай слава богу нам не надо спускаться до самого низа чую там что-то не ладно да там не ладно настолько не ладно что это является отсылкой к книге я имею ввиду то что находится там внизу но я думаю вы все и так знаете глупо пытаться не спойлерить наша остановочка ульман налево профессор направо артем прикрываешь меня понял если все карты составлены верно нам туда но как нам ворота открыть есть идеи артем тараном вот эти вот наверняка работают хотя допустим явно же что-то из этого тихо о хотя ну как сказать тараном вряд ли такая мили пи 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 пищная техника может открыть такие вот хотя вообще без правдовое давай 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 все отлично парень смекалку подключил все работает прекрасно у кого-то туда утащили походу теперь тихо пошли значит мутанты водятся прикрываю вас это как вы понимаете начало ласт-лайта то есть локация сама до 6 вот эти вот помещения это прям прям начало игры сюда отлично херит какой-то темно дверь владимир это твоя тема что тебе нужно на я пока осмотрюсь может быть что-нибудь полезное найдется хотя конечно же вряд ли это по моему отсылка на струкции а сто двадцать четыре страница нет с 22 цветочек в сапоге что там на экране по моему это какая-то отсылка хотя нет не зря я учился всей этой химии в армии товарищ полковник экраны как железная память володь я всегда говорил что от армии должна быть какая-то польза заработала нет военкоман спасибо я не пойду шутка работает захаев уже запустил ракеты уничтожен все на алтай небоеспособен третий небоеспособен да быть этого не может вот вот он один есть сейчас я высара пою из него всю информацию отлично да ё-моё какого дьявола что произошло твою мать резервная батарея села а что с основным питанием ну кажется реактор выключен и отсюда нам его не запустить придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную суринус он ничего сложного там все на автомате пойдет как по маслу издеваешься что ли как ты собрался вниз то спускаться проблема в том что нам придется тут все отключить даже аварийное освещение чтобы ему напряжение хватило если другого выбора нет давай так спасибо володя будь здесь следи за приборами мы быстро артем ульман за мной есть сейчас мы и узнаем что там покоится внизу вы блядь стреляй по второму тихо проклятье знал ли где они отражаются пройдет вернись к володьке прикрой его если что случится я отправлю артема куда надеюсь не на тот свет потому что товарищ полковник умеет он умеет это делать да уж такое себя развлеченница так а вот тут у нас никаких нету нычек никаких видимо нет ладно хотя вы пробежались так чисто для проформа подкачаемся внизу довольно темно я предлагаю зарядить деньги эти патроны гораздо мощнее а вот с тем с чем мы сейчас будем сражаться урон и точность важны тем более куда деньги тратить чё их экономить видим кучу гильз очевидно шел бой дьявол лифта здесь до дверь заперта придется идти в обход вперед но аккуратно да ты прикрываем друг друга тут подтопило патологоанатом дали мне ачивку блин надо аккуратно все это делать по моему товарища полковника уже надамажила все хорош куда сзади то вот еще одно говно тихо 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 держись тема держись надо гасить эту сволочь потому что они с тыла могут нам как раз таки зайти когда мы ожидать уже не будем не сметь сука вот как раз тут деньги и пригождаются не зря собирал и пикетит нет у вот вот ну и поспорничка работает давай 1 1 1 1 1 кипичнейший момент конечно метро мы ждали вашего появления мы те кого вы зовете невидимыми наблюдателями вы приступили запретную черту и теперь познаете наш гнев ульман хорош дурачиться товарищ полковник я починил громкую связь отсюда оказывается можно лифтом управлять включаю поехали невидимые наблюдатели да как можно в них верить после того как этот шут так загадил поляну ну или он конечно это персонаж отжиг что не фраза что не действие то развал просто удачи вам мужики будем за вас болеть мы опускались в самое чрево древней цитадели и меня била зноб мы были в шаге от обладания мощнейшим из оставшихся на земле оружий имели ли мы право воспользоваться им товарищ полковник вам сейчас надо в реакторный зал попасть главный реактор стоит прямо по центру рядом с пультовой спуститесь на лифте до первого этажа а там по лестнице наверх найдите главный пульт дальше я все объеду вот биомасса Володя видел бы ты это Артем теперь держись 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 как могу ужас конечно собственно говоря и в книге был похожий момент только он был в кремле на территории кремля а не в подземельях не в бункере а тут еще там тоже была нас так надолго не хватит масса некая ну вы понимаете зато сука товарищ полковник не тулите вы вперед так резко вы видели сейчас что произошло она просто появилась просто потому что хотя я уже уничтожил гнездо где она рождается сволочь готово жалко что полковник только непосредственно самих амёб уничтожает а вот гнезда их он не трогает то хорошее сравнение жуть конечно просто жуть жучайшая там все автоматизировано просто вводите команды легко сказать ну что за бардак так ладно запуск реактора 1 2 3 4 вроде ничего сложного ключей вообще не построена для дураков вот сейчас и проверим товарищ полковник мощность на четверг а надо на полную чертям свинячим лучше у нас уже все равно не получится давай это дрянь еще и сопротивляется да 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 замешкал из замешкался на секунду буквально теперь задание на миллион видишь там кран под потолком забирайте мгновен это резервная система активации давить дохваты с панипуляции с ней мы сможем поднять я ты тут туда и отвлеку эту тварь но сейчас или никогда now all ever так ё-моё какая мерзость камер сетях тихо 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 аккуратно аккуратно так она к лишнюю свою достала хорошо хотя во время свалил так еще достанешь сука я тебя не боюсь падаль а во видал чё где-то рядом появляется где-то рядом появляются еще эти мелкие херни амебы как бы тут так вот здесь получится интересно пробежать или нет давай попробуем она везде жмыхает радиации мощно очень сильно вот получилось так я надеюсь что в часто все получится давай но мама дорогая так перемещаемся так захватывать будем этот стержень вот хорошо опускаем я по-моему к лишню до отрубил отрубил этой сутки она там еще и сопротивляется спускаемся я надеюсь ты не меня так назвал в противном случае я напряжен киска меня еще никто не называл вот так ровно извлечение стержня оба хорошо я твой отец ёбл моё а как же тут как же тут уйти как же тут уйти ёлы-палы тогда надо подъезжать уху раз пойму тогда мы вот там вот подъедем внимание опасность столкновения движение заблокировано нет по сути дела во 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 хорошо тактикульно вышли главное сейчас не получить этой дьявольской к лишнюю все красиво вышли слава советам раньше всего строили с запасом тут есть еще один пошли сюда вернемся позже и закончим это дело сначала давай разберемся с твоими черными ну давай все правильно товарищ полковник этот лифт вас прямо на станцию поднимет у нас тут все под контролем пока вроде все пашет возвращайтесь в точку старта ульман ждет вас там с подарочком что же интересно за подарочек я даже не помню что за подарочек там ты только оглядись артем это же наше наследие да вижу танки бтр и невозможно представить себя какую власть дает своему хозяину это место какую силищу мы сможем огнем и мечом отвоевать свое место под солнцем снова стать повелителями земли мы перестанем жить ракеты нифига будем строить дома до небес а в метро спускаться только чтоб домчаться от одного конца города до другого слово человек будет снова звучать гордо последняя строчка мне очень понравилась мы отвоюем наш мир огнем и мечом мельник произнес эти слова но я будто бы уже слышал их от хантера огнем и мечом но разве не так мы однажды уничтожили тот прекрасный мир и вот огонь был в моих руках да артем правильно срастил он все правильно сделал не огнем и мечом ли мы уничтожили все то что имели и вот в этот момент игра поселяет в нас такие знаете сомнения а правильно ли мы делаем а нужно ли уничтожать черных а имеем ли мы право использовать такое мощное оружие да 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 план действий таков мы с артемом выдвигаемся в останки на попытаемся забраться на башню дадим вам координаты и будем корректировать огонь вроде бы поновее прикроешь володю и попробуй достучаться до наших чтобы прислали подкрепление к башне ну храни вас ну в кого вы там верите все нормально кстати артем может и правда взялся наведение что-то не хочу а к брать хотя давайте чисто 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 попробовать чисто пострелять с в свой мы ходили уже много а вот как раз таки эту темку я пожалуй возьму ну что поехали мой противогаз там кстати был вывалился система наведения у меня полагается только на себя и на вас всем остальным плевать и на нас и на то что мы тут человечество опять спасаем сойдя с поезда мы с мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени королева теперь мы были совсем рядом с останкинской телебашней именно тут и завязалась та битва с которой я начал свой рассказ с слушайте ну полное соответствие полное соответствие оригиналу я с ак в руках поэтому я погорячился в прошлой серии сказал что не буду такую историческую точность соблюдать но все таки решил соблюсти а кайта все таки прикольная тема тихо 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 ах ты сучка разорвали наш держимся ну вот 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 что Атём, с тобой всё в порядке? Местами. Надо прорываться к башне. Это наш шанс. Да, машину вот жалко. Бойцов наших. Заберу, заберу. Нормально ты их подбрив... Ого! Давай, давай, побежали. Бежим. Нам нужно убираться отсюда. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Бежим. Уследуют нас, суки. Будь они прокляты. Вперёд, вперёд. Да как же их много, мама дорогая. Товарищ полковник, бежим. Просто не останавливаемся. Иначе разорвут они нас. Да мать твою перемать. Ну давай же. Да ё-моё. Во, она нож посадила. Давай, давай, вперёд! Артём, осмотри, как за то, живо. Почти попал. Будешь всё рассказать, может, а вы как бы невидимые. Да и на вкус вы не очень. Угу. Но полакомиться они нами хотят. Стой! Проклянье огонь! Да сука! Хилься, хилься, Артём! Я... Вперёд, вперёд! Охереть, у меня два магазина всего осталось. Короче, бежим. Просто бежим. Не останавливаемся. Ух. Всё. Заныкались. Теперь тихо. Да. Тут тихо. Теперь надо найти бутырь. Сюда. Ну, по патронам я просил жёстко. Хоть на револьвер есть. Да, легче сказать, чем сделать. Бутырь наверх. Ха. Есть мыслишка. Давай-ка забирайся на крышу лифта. Попробуем отсыпить противовес лифта. Чтоб меня размазало. Давай. Давай, у пыль ежала. Давай. Воня! Мне говорили, пойдёшь в Артёра. Будет весело. Лифт доставил нас прямо наверх. Мы теперь словно парили над этим миром. Он весь был у меня на ладони. И будто бы его судьба зависела от меня. И я сделаю всё, что от меня зависит. Я установлю систему наведения. Так я думал. Но... Человек предполагает... Располагает кто-то... Другой. Держись покрепче. Будет трясти. Нихера себе, ты прав. Тряхануло так тряхануло. Эй, Артём. С тобой всё в порядке. Пойдёт. Ольман! Конечно, на движке игры такие большие просторы выглядят не очень, но... Ладно, Артём. С подобными эффектами... ...это вполне приемлемо. Плюс, учитываем то, что это 2010 год. Сучка. Уйди. Уйди, тварь. Уйди отсюда. Животное. Оно улетело! Угу. Стараюсь. Забираюсь. Опа. Проскочил. Убежал. Аптечки. Хорошо. Ещё бы патронов. Вот было бы очень приятно, но... По патронам всё грустенько. Хотя не особо-то они нам уже нужны уже на данном этапе-то. Пыть отсюда! Тихо. Спокойно. Главное тут не упасть. Осторожнее! Опа. Укрылся. Проскочил. На лестницу, на лестницу, на лестницу. Мельник там отстреливается от демона. Очень рьяно. Видимо, у него патроны есть. Но у него АК неплохой, с глушителем. Как слышите? Отбили до подъема. С прицелом. Продолжаем подъём. Блин, а вот он! На связь! Мельник! Мельник! Стреляй, Артём! Артём! Мельник! Артём! Готов. Ну и полковник тоже. Вот чёрт! Ульман, как слышите? Меня ранили. Будете на связи с Артёмом. Приём! Вас понял, полковник. Приём. Лазерное наведение нам тут не поможет, Артём. Облака слишком кустые. Придётся тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Давай, парень. Теперь всё в твоих руках. Я возьму? Ты ведь не против? Такой красивый ствол. Тем более, с глушителем. Так, а ты пока побудь с моим, ты всё равно не боец. Там дверь не открывается. Ну что ж. У нас совсем нет времени. Будем пробовать. Будем пытаться. Так. Никаких проходов, пролётов. Здесь вот наверняка есть. Да. Здесь есть. Давай, Тёма, давай. Финальный шаг. Осталось совсем чуть-чуть. Где-то для нас горит очаг. Как вечный знак забытых истин. Тихо. Тихо, тихо. Мне до него... Тихо, Артём. Да и не видишь, он не прыгает. Мама дорогая. Вот. До него последний шаг. Этот шаг. Он-то, конечно, длиннее жизни. Но всё-таки... Так. Через этот... Проходец. Никак не пробраться-то. Как-нибудь бы... Залезть. Но вот эта лестничка, она совсем не внушает доверия, прямо скажем. Но... Но получилось, тем не менее. Ага, сейчас. Давай, Артём, дрочу, дрочу, букву У. Давай. Нажимаю, нажимаю, нажимаю. Я вот прям как чувствовал, что не надо было лезть по этой лестнице. И вот... Чутьё меня не подвело. Всё. Нам на вершину. Самый верх. Он здесь. Угу. И может слушать нас. Артём, Артём, это Ульман. Приём. Может поднимать нас. Что-то глушит наш сигнал. Артём, приём. Слышите? Чёрные. Чёрные глушат. Вот он. Вот он их рассадник. Вот у них Улей. Мы по нему вдарим, конечно же. Только главное ещё от демона спрятаться. Потому что эта падла... Нам не даст... Закончить начатое... Ой-ё-ёй. Давай. Да ты скалолаз, Артём. По таким кабелям... Ползёшь. Хорошо. Ай, не скалывай лёд. Давай, держись. Мама дорогая, как же там высоко. Я не знаю, как Артём будет спускаться. Но очевидно, он как-то же спустился всё-таки. Если у нас есть продолжение. Луч надежды. И исход. Но тут принцип кота. Залезть на дерево легко. Вот спуститься тяжело. Артём, приём. Выжите? Слышу. Но плохо. Разрядился фонарь. Самая вершина. Мама дорогая. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Вы в зоне контакта. Артём, сигнал отличный. Продержись ещё минуту, и мы их накроем. Он пришёл и стыбить нас. Почему? Нельзя позволить ему. Они не могут изменить. А я не помню такой заставки. Обалдеть. Я никогда её не видел. Охренеть. Или может быть я уже просто не помню. Пусто. Тут нас явно ничего не ждёт хорошего. А за какой-то дверью, очевидно, чёрная. Вот они. Держись, держись, Тёма. Тихо. Тихо. Мы остановим тебя. Загрузочка была интересная. Ё-моё, тут прогружается всё в реальном времени. Хожу, 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 хожу. Уничтожь ты его. Нельзя позволить ему. Блин. Ну всё, я по кругу хожу. Долбанный лабиринт. О, прогрузилась. Простите, ребята, я, конечно, вам симпатизирую, но... Нельзя позволить ему. Артём! Артём! На полной силы. Он пришёл для стыки на нас. Нельзя позволить ему. Помнится, в прошлый раз, когда я пошёл к чёрным, мне дали карму. То есть, как положительный поступок. Но боюсь, что сейчас вряд ли будет что-то подобное. По идее, мы сейчас находимся на краю башни. И если мы сделаем неправильное действие, мы упадём. То есть, в реальном мире мы там. Там ничего. Ух ты, ёлы-палы. Он преследует меня. Давай, 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 давай. Достраивайся, достраивайся. Достраивайся. Хорошо. Хорошо. Давай, давай, давай. Во! Нельзя позволить ему. Достраивайся. Я не хочу стрелять в тебя. Но, видимо, придётся. Каждый пожелает то, что посеял Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Да ладно. Неужели мне дадут выбор? 20 секунд до завершения процедуры захвата цели. Мне правда дадут выбор? И я, пожалуй, уничтожу установку. Спасибо. Пусть это будет не каноничный финал, но он положительный. Просвещенный получен достижение. Какой-то мудрец сказал, «Если мы не покончим с войнами, войны покончат с нами». И я сумел остановить хотя бы одну войну. Тогда я не смог бы точно объяснить, почему я пощадил чёрных. Но понял. Мои кошмары, в которых я видел чёрных, были их попыткой связаться со мной. Не знаю, стал ли я первым человеком, с которым они установили контакт, но я точно не буду последним. И будущее, наше будущее, расстилается перед нами, как бесконечный туннель метро. И может быть, однажды, мы заслужим свет в конце этого туннеля. Господи, как же это прекрасно. Я не могу передать словами, как я впечатлён положительной концовкой, а это именно положительный финал, когда мы уничтожаем систему наведения, и улей чёрных остаётся целым. То есть, по факту, это не каноничный финал. Как мы знаем, в Ласт Лайте улей уничтожен, выжил один-единственный маленький чёрный, и всю игру мы за ним охотимся. Ищем его, налаживаем с ним контакт, и в итоге он нам помогает. Помогает защитить Д6 от нападающей красной линии, от красных солдат. Плюс там замес с фашистами, они тоже охотятся за чёрным. В общем, сюжет продолжает именно плохую концовку, когда мы уничтожаем улей. Но знаете, я закрыл свой личный гештальт. Я никогда не проходил метро, оригинальное, на положительный финал. Это здорово, друзья мои. Это потрясающий сюжет. Это просто офигительная атмосфера. Я не знаю, что ещё сказать. Графика в этой игре по сей день офигенно выглядит. Правда. Стрельба, эффекты, дым, частицы. Всё здорово. Звуковое сопровождение, озвучка, звуки, саундтрек великолепный. Я не знаю, к чему придраться. Можно докопаться до стелса. То есть он тут есть, но он очень рандомный и по-настоящему сложный. Здесь нет как такового элемента геймплейного стелса. То есть нет захвата в ближнем бою. Как-то всё очень случайно, всё очень рандомно и хардкорно. Это не круто. Но всё остальное, что в этой игре есть, просто замечательно. Друзья мои, на этом, пожалуй, что всё. Я надеюсь, что вам действительно понравилось смотреть моё прохождение. Я с большим удовольствием поиграл в Метро 2033. И я благодарен всем и каждому, кто досмотрел это прохождение и это видео до конца. Играйте, друзья, в хорошие игры. А Метро, это... Это классные игры. Да, к ним можно докопаться, как и к любой игре. Но тот драйв, та атмосфера, которая в этих играх присутствует, она... Она заслуживает самых высоких оценок. Правда, я говорю это сейчас, может быть, на эйфории, не до конца отдавая себе отчёт в том, что я говорю, не совсем трезво подходя к этому. Но так или иначе, это... Это игры достойны внимания и заслуживающие высоких оценок. Удачи вам, друзья. Берегите себя, не болейте. Увидимся в новых прохождениях. Всем удачи. Всем пока. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова